Сегодня стало известно, что московскому метрополитену могут передать в управление не только земли, где будут расположены новые проектируемые станции и транспортно-пересадочные узлы, но и граничащие с ними участки в радиусе одного километра. Городские власти планируют создавать коммерческую недвижимость, передавать ее в управление метрополитену и получать доходы, которые покрывали бы эксплуатационные расходы. Предполагается, что строительство унифицированных торговых площадей и последующей сдачей их в аренду поможет московскому метро не повышать стоимость билетов для пассажиров. Все помещения под магазины, кафе, аптеки, общественные туалеты и так далее будут построены в едином стиле. А на базе МОСИНЖ-проекта формируется большая организация, которая будет заниматься проектированием, закупкой оборудования и строительством объектов. При прежних властях МОСИНЖ-проект только проектировал подземные сооружения и инженерные коммуникации. Теперь компания добавила функцию генподрядчика строительства, в том числе и метро. Напомню, к 2021 году столичные власти обещают в полтора раза увеличить протяженность метро. Инвестиции составят около 1 триллиона рублей. Чиновники неоднократно заявляли, что собираются привлечь к метростроению зарубежные компании, так как своими силами такую программу не выполнить. Руководство столичной подземки заявляет, что она до сих пор очень надежна, однако только за последние пару недель в ней произошло несколько серьезных ЧП, затруднивших и без того непростую транспортную ситуацию в городе и заставивших весьма поволноваться пассажиров. Кроме того, метро сегодня крайне перегружено и некомфортно. При этом плата за проезд растет с завидной регулярностью. Можно ли реконструировать московский метрополитен? В какие сроки кто будет за это платить? Мы говорим сегодня в студии. У нас в гостях Олег Нилов, член комитета Госдумы по транспорту, и Алексей Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства Инфра-Ньюс. Спасибо вам, что пришли. Метрополитен это вот сейчас, по-моему, такое вот ключевое. В каждом СМИ, причем очень разные новости. Да, совершенно верно. Ну, по понятным причинам. Во-первых, действительно, вот эти последние ЧП сколыхнули. А во-вторых, действительно, транспортная ситуация в столице настолько уже обострилась, а тем более лето пришло и в метро стало, в общем, совсем уже невозможно передвигаться. И это входит все в некий диссонанс любого москвича и гостя столицы, потому что московский метрополитен – это бренд, это красиво, это самое красивое, прекрасное метро в мире. Мы на этом росли и с этим, в общем, жили. А короче, факт, слава богу. Да там не видно уже ничего. Если брать окраины. Кстати, посмотреть невозможно, сметут и раскатают в лист. Поэтому вот все это вместе, наверное, и заставляет. Но мы призваны, вот действительно, посчитать деньги и понять, вообще реально что-то изменить или нет. Считать деньги здесь сложно на самом деле. Почему? Ну, потому что московский метрополитен не обязан перед нами отчитываться, ни перед законодателями, ни перед исполнителями. То есть он отчитывается, но на сайте это не вешает, и общественность этого не знает. Нет, скажем, это закрытая компа, да. Это губка, да. Поэтому мы знаем, то есть мои финансисты, знакомые, которые там, так сказать, аудируют, сообщили мне, что в 2011 году они получили выручку в 64,2 миллиарда рублей. Ну, то есть около 2 миллиардов долларов, как это и всегда было, собственно говоря. Где-то с 2007 года всегда около 2 миллиардов долларов с небольшим ростом. Дальше уже темный лес, недоходности, нерасходности. Мы знаем, еще субсидии мы знаем, городские и федеральные. Они как изменяются, какая динамика? Ну, вот сейчас, в принципе, они стабильны, где-то в районе под миллиард долларов в сумме. В год? Да, конечно. Но эти субсидии, включая льготников, там, всех-всех-всех. И вот, в общем, понять, да, на что этого хватает и достаточно ли это. Каким образом, мне не очень понятно, да. Я бы хотел начать с того, что, вы сказали, чрезвычайные происшествия. Действительно, неприятные события. Но настолько ли они чрезвычайны, да. Если мы будем сравнивать жертвы, многотысячные жертвы, да, на других видах, прежде всего, наземного автомобильного транспорта, то метро – это действительно белое, пушистое. Если мы будем сравнивать по затратам, да, в метро, которые были вложены, много-много-много миллиардные затраты, да, и по тем, опять-таки, ценам, которые опять сопоставимы с ценами на наземный транспорт, то это в процентном отношении тоже мизер, да. Затраты на содержание действительно огромные. И сейчас нужно говорить о том, что последние годы, последние 10-20 лет, вот, кривая вложения денег на строительство, ну, действительно, и на реконструкцию метро со стороны федерального бюджета, вот она вот такая, катастрофически вниз. Вот о чем нужно говорить. Не вкладываем денег, государственных, федеральных денег, не получаем должного развития, должного увеличения количества станций, потому что есть только в Москве и в Петербурге. И немножко во всех остальных городах, где есть метро, оно вот застыло на границе 90-х советских советских времен. А если говорить о стратегическом развитии транспорта в миллионных городах, другого варианта, альтернативного, кроме метро, просто нет. И вот здесь нужно, мне кажется, перекладывать все-таки с одной головы на другую, да, ответственность. Не метрополитен здесь ответственен за вот такую динамику, конечно, а та политика, которая осуществлялась. Мы пытались тоже посчитать, значит, цифирь, какая вот действительно есть в открытом доступе. Давайте посмотрим, что у нас получилось, потом прокомментируйте. Почти 80 лет назад, в мае 1935 года, была открыта первая линия московского метрополитена, от Сокольников до Парка Культура, с оцветлением от станции Охотный ряд до Смоленской. Знаменитому событию предшествовал большой подготовительный период. Однако проекты, разрабатываемые еще в конце 19-го, начале 20-х веков, так и не воплотили, не было денег. После революции наземный транспорт оказался перегружен, и вопрос строительства метро возник снова. Средств не жалели. По подсчетам историков, это сотни миллионов тех рублей. Огромные деньги, а с учетом инфляции, так просто колоссальная сумма. Строительство велось ударными темпами. В постановлении Совнаркома СССР указывалось. Считать метрострой важнейшей государственной стройкой с обеспечением ее лесоматериалами, металлом, цементом, средствами транспорта, как первоочередной важности ударной стройкой всесоюзного значения. Отбор архитектурных проектов производился по конкурсу. Виды каждой станции и вестибюля не были похожими друг на друга, как по художественному оформлению, так и по материалам отделки. Главное не деньги, главное престиж. Художественные комплексы были украшены статуями, рельефами, живописью, мозаикой и витражами. Было использовано более 20 видов мрамора из различных месторождений Кавказа, Украины, Средней Азии, Алтая, Урала, а также гранит, родонит, оникс и другие дорогостоящие материалы. Однако метро стало не только архитектурным комплексом, но и объектом гражданской обороны. Как утверждают историки, засекреченные места в московском метро появились еще до его рождения. Станцию «Советская» по личному распоряжению Сталина приспособили для подземного пункта управления московского штаба гражданской обороны. Возникший впоследствии у закрытия необоснованно длинный перегон в самом центре столицы был ликвидирован только в 1979 году строительством Горьковской-Тверской. Реализация этого проекта обошлась чрезвычайно дорого даже по временам застоя. В 1954 году вокруг центра Москвы сомкнулось подземное кольцо. С этого момента началась новая эпоха в истории столичного метрополитена. Он стал стремительно разрастаться от центра к окраинам, теряя помпезность и превращаясь в простое средство передвижения. Сейчас темпы строительства метро выше, чем в лучшие времена Советского Союза, заявляют столичные чиновники. Да и денег тратится не меньше. Правда, для удешевления современных станций власти решили отказаться от строительства объектов гражданской обороны. Нужно экономить. Советская концепция давно устарела и бомбоубежища в таком количестве больше не нужны. Равно как и отделка мрамором и ониксом. Александра Гаврюшина, РБК. А жаль, конечно, хотя кафель практичнее, но вот тем не менее. Если брать отчетность Мосметростроя, то средний километр вместе со станциями, ну, условно, длинный прогон с несколькими станциями, средний километр обходится нам в 200 миллионов долларов. Это с чем-то сопоставимо? Ну, строительство всем мире. Аналогичные наши замечательные компании подряжаются, скажем, строить в Индии, строить в прочих странах, подряжаются, участвуют в тендерах, где-то в среднем 45, 50, 60 миллионов долларов. Там оно неглубокого залегания, но у нас сегодня станции тоже неглубокого залегания. Конечно, так про то и речь, это же не центр. Понятно, что это Москва, понятно, что она напряженная с точки зрения коммуникаций, но мне лично кажется, что все-таки цены высоковаты у нас в Мосметростроя и прочих подрядных организациях. Посмотрим, что будут приезжие. Да, в том-то и дело, что теперь же речь идет о приезжих. Вот буквально вчера и сегодня появляется большое сообщение о том, что, ну, чуть ли не из Азербайджана будут к нам приезжать строить. А у нас даже этих опций строительных не осталось? Или просто сил не хватает рук? Я просто не очень понимаю. Нет, я просто считаю, что идет общий такой тренд экономии на чем угодно, прежде всего на рабочей силе. Квалифицированная, неквалифицированная, никого не интересует. И второе, ну, получение каких-то прибыли, сверхприбыли. Поэтому вот здесь нет ничего такого нового. Значит, я думаю, что скоро и до космических кораблей доберутся, значит, с участием гастарбайтеров. Так что, ну, это все, все-таки я не согласен с тем, что было сказано в сюжете. Значит, что темпы прекрасные, финансирование завались. Это не в сюжете, это чиновники заявляют. Значит, вот посмотрите, когда советское метро строилось, все это метро было финансировано из федерального бюджета, 100%. Затем появилась пропорция, там, 70% из федерального бюджета, из города, 30%. Потом было 50 на 50. Потом было уже наоборот, 20% из федерального бюджета, все остальное за счет муниципалитета, ну, города соответствующего. Вот это категорически неправильно, да. И если будут все деньги из федерального бюджета, я думаю, там будет немножко по-другому. И контроль налажен, и работа соответствующих органов организована. Но, тем не менее, извините, я просто хотела уточнить. Все-таки, по вашему мнению, это дело бюджета федерального или регионального. Ну, а бюджета? Бюджета федерального. Федерального бюджета. Ни один муниципалитет, кроме московского, ни один город не может себе позволить даже продолжение той логики, тех темпов, которые были в советское время. Это огромные деньги. Они не окупаются ни через 10, ни через 20, ни через 50 лет. У нас же есть этот вот отросток-то, который над Королевой идет, как это называется? Сколько он там должен, 5 тысяч лет окупаться? Да, да, вот это вот фитюнка. Нет, ни о каких инвестициях частных в метро не может быть и речи. И это стратегический же все-таки объект. Это какая-то афера. Я слышал еще в информации о том, что можно передать строителям, метростроителям, метро, земли, дома. Ничего не вернется. Ничего не вернется. А вот я, кстати, вот это меня очень напрягает. Вот эта история с одним километром, который будет передан метро. Это странная история. Представляете, как это застроят? Туда же войти нельзя будет? Не у кого отобрать этот километр. Вы понимаете прекрасно, что все уже откадастренно и никак невозможно. Так уже направили запросы заново. В этом-то в этом ужасе. Сколько судов нужно пройти, чтобы открепительную полосу в километр отдать метро? Это судов. Это же, извините за выражение, передел в собственность. А как подъезды к метро это сузит чудовищно? Это же страшно себе представить. Вообще, в принципе, логика неправильная. Мы сейчас побежали тратить триллион рублей. Вот сейчас вдруг Собянин со всей командой побежал тратить триллион рублей. Не жалко. Не успевают. Поэтому вызываем простаивающих минских метростроителей, хороших ребят. Вызываем простаивающих бакинских метростроителей. Между прочим, они приезжают без своего проходческого щита. Что те, что другие приедут. У них его нет. Соответственно, у нас последний пришел в ноябре проходческий щит. Вот Германия, единственный завод, который ближайший у нас делает такой проходческий щит, для нашего метро подходящий, она будет делать следующий щит еще год. Откладывается. Не совсем понятно, куда приедут эти люди. Вот что они приедут будут делать. Они возьмут кайлоидо лото и отбойные молотки, и как в 35-м будут строить. Нет, ну это, конечно, фантазия, извините. Но просто не очень понятно, на что они приедут. Может быть, просто отделочные работы будут сопровождать дальше, идти следом, ускорять. Ну, в смысле, ускорять сдачу после проходческого щита. Не знаю. Но суть в том, что мне кажется, что все не готово. То есть инфраструктура и логика не готовы. Вот меня очень пугает то, что на волне вот этой предвыборной и такой вообще ажиотации привлечения внимания к метрополитену, вот все вот эти вот полубредовые идеи могут быть приняты. Если будут приняты, если они полубредовые, так же легко и будут отменены. Отменены. Кем? Вновь избранным мэром. Им же? Он же придумал, он же отменен. А что, у нас таких нет истории? Нет, у нас это регулярно, но деньги-то уже будут освоены. У нас на любом уровне по пять раз на дню. Это да. Метро – это смесь железной дороги и горного дела. В принципе, тут идиотское решение может быть принято любое. Но, слава богу, оно с точки зрения… Нереализуемое. Оно нереализуемое, оно не пройдет. Это горная и плюс железная дорога. Это такая гремучая смесь, которая никакая тупизна, извините, не пробьет никогда. Потому что, ну, такая вот заложена еще российскими инженерами там за века, за последние три века. Не думаю, что все что угодно можно придумывать, слава богу. Но строить-то надо? Конечно. Строить будут, тратить будут. Конечно, надо строить, и это главное, вот что радует. И поэтому давайте не будем разводить такой вот какой-то пессимизм по поводу того, что денег много, но их, видимо, неправильно используют и как-нибудь еще что-нибудь сделают. Всегда с деньгами это происходит. Это закон. Ну, конечно. Да, поэтому дай бог, чтобы вот эти темпы, такие вот советские, социалистические, которые прозвучали, В данном случае они бы очень хороши были, да. И сохранены, и даже приумножены. И это главное. Поэтому для людей, для граждан и москвичей, вот количество станций. Вот главный критерий. Власть обязуется построить столько-то станций. А у меня от себя предложение. Я считаю, что московский городоначальник обязан ездить по городу на метро. Вот тогда, может быть, оно как-то сразу и лучше и станет. Это я от себя. Можно в законодательную инициативу. Без сображдения. Вообще без ничего. Вот с портфельчиком, как есть. В натурель, так сказать, натурель, да. Олег Нилов, член комитета Госдумы по транспорту, и Алексей Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства Инфра-Ньюс, были у нас в гостях. Я Мария Строева. Смотрите РБК. РБК.